Барнаульский маслоэкстракционный завод За несколько последних лет алтайское масло стало пользоваться все большим спросом не только в России, но и за рубежом. Так, в прошлом году почти половина всей продукции, а это без малого 38 тысяч тонн, отправилась на экспорт в 13 стран. Фасовочный цех. Процесс полностью автоматизированный. Тара наполняется маслом, отправляется на конвейер, дополняется этикеткой и отправляется в коробку. В сутки на заводе могут производить 270 тонн бутилированного масла. Масло Барнаульского завода можно встретить на полках магазинов как в Китае, так и в Израиле. На нем прекрасно готовить. Оно содержит полезные омега-3 и омега-6, ненасыщенные жирные кислоты и витамин Е. Благо, действует жесткий контроль качества на каждом этапе производства. Перед тем, как масло попадает на стол к потребителю, продукцию несколько раз проверяют наличие вредных веществ в специализированных лабораториях. Наша лаборатория осуществляет контроль на всех этапах производства растительных масел. Контроль осуществляется на стадии приемки масла семян, также в процессе производства и выпуска готовой продукции. Основные показатели, например, как по готовой продукции, это кислотное число, перекисное, фосфоросодержащие, нежировые, влажность. Определяют, получается, качество, безопасность продукции. Влажность, сорные примеси, кислотность, масличность, протеин. В лаборатории берут пробы семян, анализируют их и подают данные на производство. На элеваторный комплекс непосредственно они уже там определяются. Проводить им сушку, очистку, стадии свои подбирают. Анализируются как семена, так и готовая продукция. Так специалисты лаборатории контролируют даже фасовку. Выборочно анализируют масло, проверяют коробки, крышки и этикетки. А это цех рафинации. Здесь команда профессионалов с помощью высококлассного оборудования тщательно очищает масло от лишних примесей. Процесс состоит из четырех основных стадий. Это стадия гидротации, на которой происходит удаление фосфолипидов. Следующая стадия отбелки, на которой происходит отбеливание масла и удаление перекиси. Следующая стадия это выморозка, происходит удаление восков. И наконец стадия дезодорации, на которой происходит удаление одарирующих веществ. Это то, что дает нам вкус и запах. И высокотоксичных веществ. Мы уже убрали при высоких температурах все высокотоксичные вещества. И поэтому при жарке эти высокотоксичные вещества не будут переходить к вам в пищу. И вы не будете их употреблять. Основная задача рафинации. Кстати, точка дымления в рафинированном масле высокая, свыше 220 градусов, а процент влаги минимальный. За счет этого рафинированное масло, в отличие от нерафинированного, при жарке не дымится. Кстати, процесс рафинации сохраняет и все полезные компоненты. Идет спор по поводу витамина Е, который присутствует. Витамин Е разлагается при больших температурах, чем используем мы в процессе дезодорации. Ну, то есть, на четвертой стадии процесса рафинации. То есть, витамин Е остается в том же виде, в котором он в нерафинированном масле и в рафинированном масле. В следующем году группа компаний «Благо» отметит 30-летие. Барнаульский маслоэкстракционный завод – одна из производственных площадок группы. Производство масел, помимо Алтая, компания осуществляет также на заводах в Краснодарском крае, Воронежской и Омской областях. Производитель стабильно выпускает новые продукты, увеличивает объемы переработки, открывая для себя новые рынки. Поэтому в компании всегда заинтересованы в новых сотрудниках, готовы расти и развиваться в мощной федеральной компании.